Друзья, всем привет! Рад вас видеть в новом видео и добро пожаловать вместе со мной в город Брэндон, что находится в провинции Манитоба. Я здесь впервые, вообще впервые в провинции Манитоба. Основная цель моего приезда сюда является посещение колледжа, с которым мы плотно сотрудничаем. Это Силипойн комьюнити колледж. И я собираюсь провести здесь три дня. Колледж проводит впервые открытый такой open house event для агентств, с которыми он сотрудничает. И меня тоже сюда пригласили, поэтому я очень рад приехать в этот город. Слава богу, что он меня встречает дождем легким, но при этом очень тепло, градусов 13 или 14. Слава богу, что не снег в начале мая. Вот, поэтому я хочу вместе с вами посетить этот город, показать, что это за город вообще интересный. Он небольшой, хотя является вторым по величине городом в провинции Манитоба. Конечно же, покажу колледж, как в нем все устроено, что здесь есть. Мне тоже интересно его посетить вживую, потому что у этого колледжа есть очень интересное предложение для студентов или граждан Украины, которые приезжают сюда учиться. Я об этом тоже сегодня расскажу. В общем, будет интересно, поэтому пойдемте со мной. Друзья, я нахожусь в колледже, который называется Осенний Боинг комьюнити колледж. Это один из пяти учебных заведений в городе Брэндон, и здесь обучается около трех тысяч студентов в общей сложности, и из них около шестисот студентов иностранных. Поэтому всегда можно будет найти, с кем пообщаться и завести знакомство. Особенность этого колледжа в том, что он достаточно небольшой, и здесь много очень прикладных программ обучения, сертификатных или дипломных, одногодичные, двугодичные, которые сразу же дают прикладную профессию, можно идти работать. И также особенность небольшого колледжа в том, что здесь достаточно небольшие классы, когда вы обучаетесь небольшой группой людей, и у вас очень близкая связь с преподавателем, когда вы можете задать вопрос любой, быстро получить ответ, и, в общем, очень короткий, быстрый фидбэк. Ну и также, как я сказал, очень прикладные программы, потому что здесь много существует, и в том числе и новых программ, которые ориентированы на современные требования рынка труда, и поэтому, выходя с такими знаниями, вы можете сразу начинать работать. Ну и также, поскольку город небольшой, а работодателя здесь достаточное количество, у колледжа очень тесные связи с работодателями, и даже некоторые студенты начинают работать на последних этапах обучения, тем самым, себе гарантируя сразу трудоустройство. За моей спиной находится международный центр. Здесь целый центр для международных студентов, который как раз и сопровождает международных студентов, оказывает всяческого рода поддержку, услуги, по очень многим вопросам, и как раз вот мы пообщались с представителем международного центра, который в том числе и работает с международными студентами. Can you tell us why international students choose Assiniboine College for their studies? For sure. So, Assiniboine has a warm, welcoming community here that's very welcoming to our international students. We have small class sizes, which is great for students to be able to get to know their instructors and their co-workers, or their classmates. We have great opportunities, modern facilities. All of our programs offer some sort of work-integrated learning experience, so whether that's a paid co-op opportunity, an unpaid practicum, or just instructors connecting students with employers, there's lots of opportunity out there. We have a wide variety of programs, so there's usually something to catch everybody's interest. Everything from agriculture and environment to business, food and hospitality, health and human services, and trades programs. Yeah, beautiful. And what kind of support do international students get from your college? For sure. So, we have an awesome international office with a great team. We have two regulated international student immigration advisors who are able to assist with questions related to study permits, or their post-graduation work permits. We also have great support through our learning curve and our library, and they're able to help students with reading and writing, their English skills, as well as math, or study note-taking, all sorts of things like that. Cool. And I've heard that Asinibolian College provides some kind of support or assistance to Ukrainian citizens right now. What is that? For sure. So, right now, we are currently offering domestic parity for Ukrainian students who are coming to Canada during this time. So, that is for the 2022-23 academic year. This means that Ukrainian students would pay the same as a domestic student for their tuition prices. Awesome. And my last question is probably to you today is, what kind of employment opportunities do your students have after graduation or while they're studying? For sure. So, as long as they have the condition on their study permit that allows them to work while they study, many of our students do find part-time work for up to 20 hours a week, working in retail or restaurants during their studies with us. We also work with Westman Immigrant Services that offer employment assistance, so they're able to help those students find jobs during their studies. And then after their studies, as I mentioned, we have lots of great instructors that are connected to employers in the community. Many of our students make connections through their practicums or their co-ops and are able to find jobs after graduation. About 92% of our graduates last year found jobs within nine months after graduation, making an average salary of $46,000 a year. If you'd like to learn more about Asinibolian Community College or the programs that we have to offer, I would encourage you to check out our website or connect with QE Education and they can help you out. Во время тура по главному кампусу колледжа на меня наибольшее впечатление произвел факультет медиа- и коммуникаций. При поддержке Westman Communications Group были созданы классы и студии с новейшим оборудованием, которые используются в реальной работе в телевизионной и радиоиндустриях. Студенты обучаются всевозможным аспектам создания аудиовизуального контента, новостей и даже фильмов. Преподаватели из индустрии обучают написанию текстов, дикторскому искусству, созданию подкастов, новостей и техническим навыкам работы с профессиональным оборудованием в производстве контента. Студенты факультета имеют возможность практиковаться на местной радиостанции CJ106 и в выпуске телевизионного шоу Westman Newsline. Колледж предлагает двухлетнюю дипломную программу с восьминедельным практическим курсом в конце обучения, после которого студенты могут начать работу на телевидении и радиостанциях, продюсерских компаниях, новостных и диджитал агентствах. Выпускники получают работу в таких известных компаниях, как Bell Media, CBC, Global Television и Westman Communications Group. Ну что ж, пару слов от себя о городе Брэндон. Начну, наверное, с плохого. Что мне действительно не понравилось в этом городе, это то, что, во-первых, это достаточно плохие дороги. То есть, даже в сравнении с небольшим моим Нанайма или с какими-то другими городами, здесь дороги достаточно сильно разбиты. Конечно, нет каких-то там сильных прям ям, которые там нельзя объехать, но очень много мелких ям, каких-то вот разбитых таких вот участков на дороге, и машины постоянно едут, и даже слышно, вот по улице идешь и слышно, как у машин у всех брякает подвеска, стучит, да, у всех практически. Вот, я думаю, что это, конечно, в основном, основная причина этого, это достаточно суровые погодные условия здесь и зимой и летом, а зимы здесь очень снежные и очень морозные, поэтому все это, конечно, разбивает сильно дороги, ну и много такого тяжелого транспорта, сельскохозяйственного транспорта, да, поэтому это все не способствует улучшению дорог, вот. Ну и второй момент, это, наверное, то, что все-таки город, конечно, небольшой и сразу же, вот на первый взгляд, кажется каким-то даже несколько таким однообразным и что ли даже скучным, вот, то есть нет вот чего-то, что цепляется прям глазу, вот. И, конечно, те, кто переезжает из больших городов, сразу же это заметят, и здесь не стоит, как бы, питать никаких иллюзий, то есть действительно небольшой городок, он и площади даже небольшой, мне в один вечер удалось пройти его практически с севера на юг пешком за час, вот, поэтому здесь площадь небольшая, соответственно, вот размеры и обуславливают его такую достаточно сильную однообразность. Ну и, конечно же, о хорошем, здесь будет немножко побольше, да, потому что, опять же, несмотря на то, что город маленький, я ни в коем случае, конечно, не хочу его сравнивать там с какими-то большими городами, но я пытаюсь относить просто его размеры с какой-то объективной оценкой, вот, и мне кажется, что что хорошего, это то, что, несмотря на его маленькие очень размеры, город находится на Транскеннадо хайвэй, да, то есть на хайвэй, который проходит через всю Канаду, с востока на запад или наоборот, и поэтому сюда, через этот город проезжает очень много автомобилей, он находится в двух часах от Виннипега, что тоже не так далеко, и очень многие люди туда-сюда ездят и по бизнесу, по каким-то делам, вот, и поэтому здесь достаточно много отелей, таких известных, которые есть по всей Канаде, по всей Северной Америке, вот, поэтому качество у них достаточно хорошее, вот я остановился в неплохом отеле, который, в принципе, ну, стандартный, нормальный, вот, а здесь есть достаточно много ресторанов, во-первых, все крупные национальные сети, сетевые такие большие рестораны, какие-то, естественно, Макдональдс, Тим Хортен, Старбакс, все это тоже здесь, конечно же, есть, вот, при этом интересно, что есть достаточно много, ну, ресторанов 15, наверное, такой, национальной кухни разных народностей, и латинские рестораны, японские есть, мексиканские, какие-то даже, по-моему, африканские есть, есть украинский ресторан, в общем, здесь есть из чего выбрать, есть куда сходить покушать, здесь есть какие-то развлекательные центры, есть шопинг-молл, есть крупные национальные сети, магазинов такие, как Walmart, Superstore, Canadian Tire, по-моему, даже Home Depot есть, есть, в общем, все в городе есть, несмотря на то, что всего лишь 50 тысяч человек, абсолютно полноценные с точки зрения, вот, потребительской инфраструктуры город, и что мне еще нравится, в канадских городах, даже в самых маленьких, где бы я ни бывал, это всегда есть вся необходимая городская инфраструктура, да, то есть, вот, что-что отличает от, очень сильное отличие канадских городов маленьких от наших городов в Украине или в России, это то, что здесь городская инфраструктура, государственная инфраструктура всегда хорошо развита, одинаково во всех практически городах, здесь есть и YMCA, то есть, городской спортивный центр, здесь есть и другие спортивные центры, здесь есть хорошие учебные заведения с большими спортивными комплексами, да, здесь есть, естественно, полноценные все городские сервисы, транспорт, в общем, все присутствует, и, как бы, если брать вот этот город сам по себе, он самодостаточный и полноценный в этом плане, да, и я не заметил, что здесь как-то прям совсем все убого, нет, город достаточно активный, транспорт, прям трафик туда-сюда ездит, видно, что люди достаточно активны, можно встретить номера на машинах со всей Канады, есть много машин с Альберты, то есть, и по работе, наверное, приезжают люди, в общем, город достаточно активный. Еще, что я здесь заметил, даже в разговоре с местными людьми, конечно, они спрашивают откуда-то и так далее, и все много говорят об украинском комьюнити, что здесь оно достаточно большое, в Манитобе оно вообще традиционно всегда было самым большим в Канаде, и здесь даже есть недалеко городок Доффин, в котором, как говорят, что вообще одно из самых больших украинских комьюнити вообще во всей Канаде, и туда очень многие люди едут. Что бы я еще отметил интересного в городе, это то, что здесь сохранилось достаточно много старых зданий, старых построек, которым 100 лет, может быть, даже больше, я в таких зданиях даже был, и они действительно интересные, аутентичные, построенные из камня, видно, что они хорошо сохранились, и город их поддерживает, то есть, это такое несколько достояние города, некоторые из этих зданий даже входят в историческое наследие, в общем, это такой придает исторический шарм и облик городу, и вот мне он этим даже несколько запомнился. Теперь говоря о климате, здесь такой достаточно резко континентальный климат, то есть, здесь достаточно жаркое лето, до 30 градусов доходит температура, и сухой, насколько я понимаю, воздух, но при этом сильные такие холодные зимы и продолжительные, то есть, ну, 6 месяцев в году здесь точно будет суровая зима с большим количеством снега и с очень сильными морозами. Нередко здесь 35-40 градусов мороза, и вот это одно из таких, наверное, явлений, которое, может быть, многих здесь людей не удерживает, однако многие люди сюда приезжают и надолго остаются, особенно те, кто вот привыкли жить в небольших городах, в таких небольших комьюнити, да, где люди друг друга знают, где все друг друга знают, и я думаю, что таким людям такой город достаточно неплохо подойдет, потому что летом здесь достаточно много каких-то развлекательных всяких мероприятий, проходят всевозможные концерты, фестивали, ярмарки, практически каждый месяц здесь что-то проходит, какие-то выступления индейских племен, в общем, фестивали есть, и очень много такого outdoor activities, да, то есть в Манитобе насчитывается около 1000 озер, поэтому вы сами понимаете все, что связано с водными активностями, не знаю, рыбалка, какие-то водные виды спорта, на лодках кататься, гулять, купаться, все это здесь, конечно, есть, однако летом, насколько я знаю, здесь сильно много комаров, тоже, наверное, стоит усчитывать, вот теперь говоря о экономике, да, что вообще, чем здесь люди заняты, где здесь люди работают, ну, как я сказал, уже огромное количество магазинов, ресторанов, каких-то сервисов, каких-то финансовых учреждений, банков, кредитных союзов, финансовых советников, в общем, люди заняты вот в этой, скажем так, ритейл-сервисе, да, или просто каких-то общих сервисах, вот, ну, и, конечно же, основная индустрия вообще во всей провинции, в этом городе в том числе, это агрохозяйство, сельское хозяйство, да, и все, что связано с растеневодством, животноводством, в общем, в этой индустрии здесь занято огромное количество людей и много бизнесов, люди владеют фермами, выращивают сами урожай, и потом его продают, поэтому здесь это очень популярно, и в том колледже, в котором я был, у них тоже очень сильные программы, именно агро, все, что связано с производством продуктов питания, особенно местных, животноводство, это все здесь очень хорошо развито, и студенты, которые учатся на этих программах, у них вообще нет никаких проблем с трудоустройством, как это говорят в самом колледже, поэтому, если вот кому-то интересна вот эта область, да, агрохозяйство, вот эти технологии современные, потому что здесь современное оборудование используется, очень много современной техники, в том числе есть интересная программа в колледже по геоинформационным системам, именно в агрохозяйстве, да, то есть все эти карты, прорисовка карт, построение карт различных, вот это все очень интересно тем, кто хочет работать в агробизнесе, потому что здесь он достаточно технологичный, современный, вот, и я уверен, что будет интересно, поэтому вот эта основная индустрия, конечно, есть, наверное, какая-то легкая промышленность, здесь есть производство, кстати, фармацевтифических компонентов, компании Pfizer, есть большой завод Coca-Cola по производству, тоже каких-то ингредиентов, возможно, а может быть даже и разлив, я точно не знаю, в общем, есть различные производства, авиа, я знаю, здесь достаточно развито, потому что авиасообщение пользуется популярностью, здесь достаточно неплохой современный аэропорт, несмотря на то, что он маленький, но это современное здание, и все там есть, и даже есть аренда машин, вот, ну вот, вот так вот здесь люди живут, достаточно интересно, для небольшого города, я всегда делаю поправку, что это маленький город с 50 тысячами населения, но он живет как настоящий полноценный город. Мы приехали на другой кампус, который называется North Hill Campus, или здесь находится институт кулинарного искусства, и за моей спиной здание, которое входит в число наследий, исторических зданий в Манитобе, да, и раньше здесь находился центр, так скажем, обучения медсестер, сейчас же его переделали для Синьбойн комьюнити колледжа, он пользуется этим зданием, арендует его у провинции Манитоба, и здесь находится институт кулинарного искусства, и мы пойдем внутрь, посмотрим, как там все устроено, что интересно, этому зданию на сегодняшний день 99 лет, в следующем году будет 100 лет, и оно вот так вот сохранилось практически идентично, поэтому очень интересно посмотреть, что там будет внутри, говорят, что многое, что вы увидите, это именно то, что было построено изначально, то есть почти 100 лет назад, поэтому пойдемте вместе и посмотрим. На территории этого кампуса студенты обучаются на трех программах, кулинарное искусство, основы выпечки и управление в отельном и ресторанном деле, в отдельном зале даже проводят кулинарные шоу с онлайн-трансляциями, и несколько раз в год студенты готовят для специального ивента на 250 гостей, билеты на которые раскупают за 40 минут. На другом кампусе обучают рабочим и технологическим профессиям. Здесь современное оборудование и все материалы, которые используются в реальном производстве и строительстве. Студенты обучаются на 9-месячных сертификатных программах, после чего могут перейти на программы профессионального лицензирования или apprenticeship. Здесь готовят различных механиков, деревообработчиков, электриков, сварщиков, сантехников и есть даже двухлетняя дипломная программа в Power Engineering. Ну что ж, друзья, вот такой у меня получился визит в город Брэндон, и конкретно в Cineboy Community College. Еще раз подчеркну преимущество обучения здесь. Это в том, что здесь очень практические, очень прикладные программы. Есть также программы с опцией Coop, когда вы можете проходить практику и таким образом нарабатывать практические навыки и уже какие-то связи с работодателями устанавливать, чтобы потом после обучения приступить обратно к ним, перейти на работу. А также хороший выбор программ. Программы адаптированы под современные требования рынка труда. Они постоянно видоизменяются. Классы небольшие. Вы учитесь в классах от 15 до 25 человек, что тоже очень хорошо, поэтому у вас всегда есть связь с преподавателем и такой вот самый лучший опыт. Ну и одно из главных преимуществ, которые этот колледж сейчас предоставляет, это возможность обучаться украинским гражданам по ценам, как для местных студентов. Это от 4,5 до 7 тысяч долларов, что совсем-совсем немного. И, наверное, таких вариантов в Канаде практически больше не найти. Поэтому это очень хорошая опция, если вам интересно обучение в этом колледже и проживание в Брендоне. Потому что напомню еще одно преимущество, что здесь достаточно невысокая будет стоимость жизни, невысокие цены на жилье. Можно найти разные опции и жить самому с кем-то вместе с другими студентами и на резиденции жить. В общем, есть варианты. Но очень важно знать, что для поступления, конечно, нужно все делать заранее. Желательно где-то за полгода, да, потому что программы многие заполняются очень быстро. И местными студентами, и иностранными студентами. В большом спросе многие программы, поэтому нужно позаботиться об этом заранее. Думайте о вашем английском, потому что на большинство программ требования IELTS 6 или даже 6,5. Но, в общем, в любом случае, если вам интересно поступление, если вы планируете обучаться сами, или, может быть, ваши дети хотят продолжить обучение, обращайтесь к нам. Можно заполнить заявку на нашем сайте. Мы будем с вами работать. Ссылка есть в описании под этим видео. Поэтому переходите, заполняйте заявку, и наши образовательные консультанты начнут с вами работу. На этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. И до скорых встреч. Увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин